всем привет сегодня я наконец-то собираю свою доску и это будет новая для меня доска 8 дюймов отмечу что я еще ни разу не катался на ширине такой доски до этого все предыдущие у меня доски были 775 дюймов и так компоненты подвески independent размером пять с лишним дюймов как раз на восьми дюймовку бушинги я впервые использую самые твердые mini logo 100 а колеса тоже решил поставить новые а все формы roundhouse 58 миллиметров 95 а плотности кстати колеса можно ставить любой стороной я поставил паутинкой под подвески я использую накладки увеличивает расстояние между колесом и декой ну что доска собрана идем пробовать первое чего я начал пробовать это и не чуть более широкая доска не сильно сыграла моих ощущениях по сравнению с предыдущим аналогом более узких досок даже мне показалось более удобно что собственно не удивительно платформа шире баланс чётче затем я попробовал шаговые футворки как я их называю и в принципе ширина доски тоже не сыграла сильной особой разницы и показалось мне вполне приемлемой до шкурка тоже имеет значение новая шкурка менее цепкой чем предыдущие это даже удобно перехожу стационарным трюком ну что фингерфлип до 1 не удался флипах доска явно чувствуется шире но вполне быстро привыкаешься теперь надо попробовать каспер в принципе касперы все делаются а вот с рейлом а вот с рейлом я не ожидал дело в том что нынешние колеса раундхаус имеют offset с двух сторон и таким образом колесо довольно глубоко опускается к середине подвески от чего внешний край доски получается выше самого колеса когда доска стоит на рейле то есть на боку да я конечно предложил лишних шайбочек спейсеров но этого видимо было недостаточно ведь предыдущая доска у меня колеса были вровень с рейлом да даже так что я мог завалиться назад но делать все трюки было довольно легко может я просто привык движемся к рейл флипу ролла довольно неуверенно удержал и рейл флип 1 рэл флип удался окей трак стенды но на удивление хоть и доска не только шире но и немножко длиннее трак стенды проблем с ними в принципе не возникло я довольно быстро и сразу почувствовал не то что фингерфлип мне еще и раньше казалось бывало пробовал что на более широкой доске удобнее стоять в положении трак стенд может быть здесь также играет и чуть большая длина самой доски хотя я уверен это не самое главное когда как страх стенд придерживая рукой все было просто все оказалось совсем не так но у хэнд на новой доске упорно не хотел идти и основная причина я банально не мог закинуть доску на другую ногу ну она будто спотыкалась в мои ноги задевая то одно то другое колено к счастью не больно я вроде как уже набил себе шишки чтобы уметь сейвиться но ощущение было именно такое каких-то четверть дюйма ширины а уже контроль доски будто бы полностью потерян ну не полностью конечно но точка баланса я прям почувствовал у меня несколько сдвинулся я находил ее но для этого потребуется еще больше практики и привыкания другой вес доски другая длина и все доска будто не идет правильно под ноги здесь я пробую поставить доску из положения на ухэнд на рейл кстати предыдущим дублем мне удалось поставить но ухэнд на рейл но он не записался так как закончил с памятью телефона а тут еще и начал потихоньку наросить дождь и мне пришлось быстро чуть ли не в спешке пробовать повторить посадить трюк на рейл еще раз ну так не сказал бы что красиво но это удалось каспер выход был тоже не самый лучший я и напоследок еще один рейл флип ага это было неприятно и довольно опасно но все закончилось хорошо я чуть не словил ее на рейл видимо но специально рейл-то рейл решил пока еще не делать все равно колеса моросящие точки на асфальте уже по-настоящему превращаются в мелкий дождик думаю на этом стоит завершать сегодняшнюю сессию в принципе проба удалась я остался доволен тестовой обкаткой доски в целом все что я хотел было выполнено ну а дальше приподнять колеса и привыкать спасибо за просмотр хорошего всем настроения и пока